В переводе с латыни это странное животное должно звучать как трёх рук геральдический. Такое весьма необычное название Трибрахиди получил за внешние сходства его негативного отпечатка с трёхлучевой свастикой. На сохранившихся дисковидных отпечатках выделяются три выпуклые образования, как бы три руки, радиально расходящиеся под равными углами от центра к краям отпечатка и плавно изгибающиеся в одном направлении, заостряясь к окончанию. Дистальные части этих рук несут многочисленные короткие плотные щупальца, образующие по внешнему краю тела подобие бахромы. В каждом из трёх пространств между выпуклостями глубоких крючковидных изогнутых углублениях находится так называемая булла – небольшой приподнутый участок, отходящий от каждой руки, от её выгнутой стороны к соседней руке и почти касающейся своим концом её вогнутой части. Также между рук располагаются многочисленные тонкие длинные прямые или слегка искривленные валики. В центре между руками можно заметить небольшую Y-образную бороздку. Как и для большинства идиокарских ископаемых, интерпретация этой брахидии весьма затруднительна. Исходя из характера отпечатков, однозначно можно утверждать только лишь то, что в целом животное имело куполообразную форму, а также то, что оно, по-видимому, не имело наружного или внутреннего скелета. Скелет у животных вообще появился только к самому концу идиокария и получило невероятное распространение в следующем периоде – в Кембрии. Остальные особенности строения животного представляют собой догадки. Так, принято полагать, что спирально закрученные руки, представляющие сеть ветвящихся бороздок – это остатки каналов пищеварительной системы. Изогнутые углубления между ними могли образоваться вследствие провалов грунта над сдавленными внутренними мешками в теле животного, которые могли иметь отношение к половой системе. Многочисленные тонкие валики между руками часто интерпретируют как бороздки на наружной поверхности тела животного, в котором могли располагаться пищесобирающие реснички. Предполагается, что эти реснички улавливали из воды мелкие органические частицы и перегоняли их к центру, где, как представляется, располагался рот или же три рта. Отсюда делается вывод о том, что трибрахиди вёл донный сидячий образ жизни и даже был прикреплённым организмом. Тело трибрахиди, вероятно, было прозрачно-студенистым, медузообразным, но его организация во многом зависит от родства животного с токсономическими группами, вызывающего в научной среде недоумения и споры. Первые отпечатки трибрахиди были найдены и описаны Мартином Гласснером в 1959 году. Латинское название – трибрахидиум геральтикум. Тип животного трёхдольное – рацион сапрофаг или одноклеточные организмы. Достигал около 5 сантиметров в диаметре и весил примерно 5 грамм. Место находки – Южная Австралия, Белое море и Подолье. Время жизни – 560-555 миллионов лет назад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова